Всем привет! В этом видео я вам покажу забор из профнастила. Вот так вот он выглядит. Забор здесь на рельефе. Перепад с максимальной точки до минимальной точки в конце длины составляет 3,6 метра. Как бороться с рельефом? С помощью понижения ступеньками. Ступеньки здесь выполнены через два столба. Вот. Понижение сделано 30 сантиметров. Разметку производили с помощью нивелира. Вот так это дело все выглядит. Шаг столбов здесь 2,8 метра. Забор был повернут цветом вовнутрь. Так захотел заказчик. А краска столбов и прожилин в черный цвет тоже. Так захотел заказчик. Сразу оговорюсь. Вот. Вот тут наглядно видно, как можно пройти рельеф с помощью ступенек. Всю разметку делали по нивелиру. Где снизу не хватает грунта до уровня профлиста, здесь это все будет впоследствии подсыпаться. К этому видео в описании я размещу дополнительно ссылки. Ссылки на прошлые видео по устройству этого забора. Как мы устанавливали столбы, как делали подготовку. Кому интересно, можете ознакомиться с данными видео. По материалам профлист здесь 8-й волны. Для столбов использована профильная труба 60 на 60, стенка 3. Для прожилин труба 50 на 25, стенка 2. Здесь получается у нас промежуток не заполненный. Чуть позже здесь будут устанавливаться еще 3 столба и доставляться забор. Как техника освободится, будет это все выполняться. Всего длина здесь забора 160 метров. Вот здесь высота забора одинаковая, вот снизу вот такие вот щели. Это все впоследствии будет подсыпаться. Вот как выглядит забор с обратной стороны. Прикручено на кровельные саморезы металл-металл. Длиной 19 мм. Прокручено в каждую волну. Здесь надо крупнообломочными все подсыпать, потому что здесь все размывает. Вот такие вот дела. На этом данное видео будет закончено. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, жмите лайки, комментируйте, делитесь видео. На этом все. Все пока. Пока.